Женщины – уникальные существа. Их харизма, грация, черты характера и тело часто сводят мужчин с ума. Если в этом видео вы узнали себя, дорогие дамы, возможно, стоит задуматься и внести изменения. Однако, существуют черты, которые могут не нравиться мужчинам. Сразу скажу, что и у мужчин тоже есть черты, которые отталкивают женщин. Но сегодня мы обсудим именно женские. Первый тип – истеричка. Мужчины в большинстве своем ценят спокойствие и порядок. Некоторая игра на нервах, капризы и дразнилки могут быть востребованы, но только в разумных пределах. Мужчинам не хочется регулярно слышать упреки по мелочам. Если есть замечания, лучше высказать их спокойно, без лишних эмоций. Второй тип – заботливая мама. Мужчинам нужна поддержка и вера в них, но некоторые женщины принимают это слишком серьезно. Постоянные звонки, сообщения и поддержка в любой ситуации могут вызвать раздражение. Женщина не должна лишаться своего мнения и индивидуальности, становясь полностью зависимой от партнера. Третий тип – любительница мужского внимания. Дружба с представителями противоположного пола может вызвать ревность у мужчин. Плиж со всеми подряд может быть восприняты как недостаток уважения к своему партнеру. Важно найти баланс между общением и сохранением здоровых границ в отношениях. Четвертый тип – мисс. Я всегда права, я опытнее, я умнее. Критика и упрехи, особенно в публичных ситуациях, могут создать напряжение в отношениях. Важно помнить о взаимном уважении и избегать постоянного подчеркивания своего опыта или знаний. Пятый тип – меркантильные женщины. Интерес к партнеру должен быть основан на чувствах, а не на его финансном состоянии. Если мужчина чувствует, что его ценят только за материальные вклады, это может создать негативное восприятие отношений. Шестой тип – девушка с вечными проблемами или нытик. Слишком частое нытье и постоянная негативность могут отпугнуть мужчин. В отношениях важна поддержка и взаимное понимание, а не вечные проблемы. Седьмой тип – быстро охватает добычу. Постоянные требования к браку или детях, после которого знакомства, могут создать впечатление о неуравновешенности. Важно дать отношениям время развиваться естественным путем. Восьмой пункт – сильная и независимая. Женщина может быть сильной и независимой, но важно не потерять баланс в отношениях. Поддержка и забота должны быть взаимными, даже если женщина обладает силой и самостоятельностью. Хочу напомнить, что мы говорим об общих чертах, которые могут создавать трудности в отношениях. Важно помнить о взаимном уважении и стремлении к взаимопониманию. Обязательно пишите в комментарии, кого из этих персон вы встречали. Мы обязательно обсудим. Если понравился ролик, тебе лайк и подписка. Всем пока!